Готовлю по вашим заявкам, и готовлю не один. Сегодня ко мне по видеосвязи присоединится наша телезрительница Анна. И я постараюсь ей помочь. Аня! Привет-привет! Ну я здесь, ты там! Но готовить будем вместе, ну рассказывай! Люблю готовить быстро, просто, но чтобы было вкусно. Люблю вареники с вишней, безумно. Но все руки не доходят, а в магазинах сам знаешь, знаешь, что продают. Поэтому вот решил к тебе обратиться, может, такую фишечку мне такую расскажешь. Ой, а это кто у тебя такая? Кто это такая? Привет! А это у меня Алена. Привет, скажи. Привет! Привет, Алена, привет! А сколько лет тебе? Четыре с половиной. Ой, четыре с половиной, но ты уже взрослая. Вареники любишь, да? Она с вишней еще не пробовала, кстати. Вот, сегодня ее счастливый день. Короче, у меня есть для вас супер решение. Сегодня я покажу, как приготовить вареники, только не обычные, а ленивые. Ленивые вареники с вишневым соусом. Отлично, поехали? Ленивые вареники – это вареники, когда тесто замешивается вместе с творогом, а не делается отдельно. То есть все замешали и варим. Нужно замесить тесто. Для этого нужна вот такая вот мисочка. Это творог. Вот он такой, рассыпчатый. Все, перекладываем в миску. И немножко его вот так вот вилочкой проминаем. То есть чуть-чуть уменьшаем размер зерен. Слушай, у нас вареники получатся такие вкусные, творожные, с супер вкусным соусом, ярким вишнем. У меня уже слюни потекли. Да, у меня тоже и делается быстро, а вы смотрите рецептик, вам он точно понравится. Дальше разбивая в творог одно куриное яйцо. Сразу добавляем пару ложечек столовых сахарного песка. Обычно, знаешь как, ленивые вареники в чем как бы минус? Часто делают прямо из большого количества муки. Ты ешь, у тебя одна мука и думаешь, как бы, ну, что это за вареники? Мука вареная. А мы постараемся сохранить большое количество творога, чтобы все-таки они состояли больше из творога. То есть смотри, сколько у нас получается много творога, а муки не так уж и много. Где-то 3-4 ложки столовые. Ага. Так, раз, два, три. Перемешиваем тесто до однородной консистенции. Должно тесто получиться не слишком густое, не слишком жидкое. Закрываем крышечкой плотненько, либо пищевой пленочкой и убираем наше творожное тесто в холодильник минут на 10. Помимо нежных вареников сделаем еще вкусный вишневый соус из обычной замороженной вишни. Ставь вот такую сковородку на плиту. Ковшик. Ну, ковшичек, да, тоже подойдет. Соус делается очень быстро. Отправляй вишню на сковородку. Вот так вот. Туда насыпай пару столовых ложек сахарного песка. Насыпаю раз, два. И включай небольшой нагрев. То есть нагрев должен быть прям минимальный. Сейчас вишня замороженная начнет отдавать сок. Сахар будет плавиться и вишня быстро разморозится. Если все это будет долго кипеть, то вишня, она превратится в кашу. А нам нужно оставить целостность ягодки. Прошел процесс. Так, дальше в вишню наливаем небольшое количество водички. Вот такой вот образуется сок вишневый. Но он жидкий. Это на соус не похоже. Чтобы соус получился правильной консистенции, нам на помощь приходит крахмальчик. Если кинешь крахмал прям в соус, то он просто комками встанет. Поэтому крахмал нужно обязательно развести в водичке. Оп. Вот так вот. Все, поняла сейчас. Как только вишня закипает, аккуратненько надо вводить туда крахмал. Только не переборщи с крахмалом. Добавляй постепенно, маленькими частями. Вот так раз. Ты все вылила туда что ли? Да. Я говорю, частями добавляй. Сейчас у тебя что-нибудь слишком густое, возможно, получится. Че какой-то у тебя белый цвет такой? Слишком густой соус можно легко исправить. Просто добавьте немного воды. Покажи, какой соус получился. Отлично. А вот теперь главный секретик. Чтобы соус был вкусный, тем более мы его будем с варениками есть, добавь туда небольшое количество прямо в горячий соус сливочного масла. У него еще более такой глянцевый, красивый цвет появится. И маслица не будет давать ему застывать. Прям интересно, что получится с маслом. Попробуй на вкус. Очень сладко, вкусно. Отлично. Соус готов. Пора варить вареники. Сейчас тебе нужно взять вот такую вот кастрюльку, поставить ее на плиту, налить туда воду и включить нагрев. Аня, вода у нас закипает. Соус у нас готов. Я достал из холодильника нашу творожную массу. Снимай пленочку и сейчас покажу, что с этим делать. Будем катать вареники на столе. Насыпаешь небольшое количество муки. Аккуратненько достаем творожную массу. Видишь, она уже такая поплотнее стала. Делим на две части. Катай такую небольшую колбаску. Тут все просто. Вареники имеют свойство развариваться, поэтому их большого размера делать не надо. Такое? О, классно у тебя получается. Молодец. Что важно, тесто жидкое внутри. И снаружи к нему руки прилипают. Подсыпайте мукой. Тогда у вас получится раскатать колбаску. Внутри оно останется еще жидкое, а снаружи уже к рукам прилипать не будет. Видите, в этом и фишка нежных вареников. Благодаря вот такой консистенции, что у нас творога много, муки мало, они как раз у нас нежненькие получатся. Это вот самый главный секретик. Просто берем ножичком и отрезаем вот такие вот небольшие кусочки. Раз. Все, в кипящую воду отправляем вариться варенички. Смотри, смотри, дочка у тебя уже, да? Облизывается. Ты тоже хочешь кинуть в кастрюльку? Будешь? Сплющивай. Вот так сплющивай, как я, видишь? Вот так. Я вот так вот делаю. Ну, ты такие вообще не делай, тихонечко их. Как только вареники всплыли, варим 2 минуты и готово. Можно собирать блюдо. Выкладываем соус на тарелочку. Вот так вот. Прямо сверху. Опа, красота. Ой, какие нежные, прям вижу, что обалденные вареники. И моя последняя фишка. Это мята. Потому что вишня, творог и мята это лучшие друзья. Мелко рубим и посыпаем сверху варенички. Ох, как вкусно пахнет. Мятка, ароматная. С вишней, да с варениками. На мой взгляд, чем больше, тем будет вкуснее. Давайте пробовать вместе. Такие нежные. Просто тает во рту. Что-то вишня кислая, сладкая мята такая. Мне очень нравится, очень. А тебе? Внутри такое тесто получается нежное-нежное. И вот с сочетанием с вишней, с мятой. Первый раз. Мятой и вишня вместе. Вообще. Пробуй со мной. Очень вкусно. Неожиданно вкусно. Ну что, Ань, ты довольна результатом? Да, я очень довольна, да. Ань, спасибо тебе большое, что ты была с нами. Спасибо за заявку. Пока-пока. Пока-пока. Для ленивых вареников с вишней возьмите творог, сахар, муку, вишню, яйцо, сливочное масло, мяту и крахмал. Порция ленивых вареников 113 рублей.